всем привет добро пожаловать на мой канал давайте я сейчас расскажу вам о моих последних открытиях из бюджетной косметики я знаю вы такую тему любите поэтому поехали у меня тут собралась вот такая вот косметичка которая наполнена продуктами которые мне понравились очень понравились и так себе поэтому я начну в разнобой я наверное постараюсь в конце подвести итог если нету просто вот я надеюсь каждый отдельный продукт будет вам интересно давайте начнем в порядке нанесения продуктов на лицо это вот такой вот праймер ты фраше не знаю по-французски называется я не уверена как правильно произнести в общем это сияющий праймер который такой дает жемчужные сияние на лицо вы знаете он не дает вам вот такого прям бах сияние что у вас прям лицо будет яркое яркое красивое красиво но он реально освежает он действительно я пробовала носить одну одну половину лица оставлять без праймера на вторую наносить праймер и да даже через анальный крем есть разница та сторона на которую нанесен был праймер выглядит более живой более увлажненный более такой отдохнувший что ли он такой вот немножко с оттенком стараюсь вам показать как оттенок шампанского что ли не знаю если будет видно здесь то есть это как маленькое такое легкое сияние перламутровое вот она еле заметная но она реально делает разницу поэтому этот праймер мне понравился я его реально рекомендую тональный крем на нем не скатывается красиво все ложится тоже мне на многие праймер реально катается к тональный крем и чем разные абсолютно тональные на разные кремы не знаю праймеры в общем вот это красиво лежит красиво на нем лежит тональный крем рекомендую мне прям очень понравился для сухой особенно или уставший такой серый обезжизненной кожи будет супер дальше тоже вот и фраше вот такой тональный крем pure light moisturizing nude foundation я бы не сказала что он прям moisturizing и я бы не сказала что он прям нюд но он красивый наносить кистью не рекомендую мне не понравилась кистью я бы вообще сейчас его забраковала но beauty блендера очень красиво смотрится немножко не понимаю в плане оттенка потому что это у меня беж 200 и он такой он довольно желтый он темный и мне его надо носить очень очень тоненьким слоем и опять же повторюсь beauty блендером тогда красотища просто не знаю стоит ли вот как бы морочиться и покупать отдельный бьюти блендер ради этого тонального крема но если у вас уже есть бьюти блендер и вы хотите вот этот тональный попробовать вам понравится в целом не могу сказать что это прям вау-вау-вау фантастика то есть если я вот вот опять же я говорила что здесь продукты которые мне очень понравились и так себе вот прям очень понравился этот может работать хорошо и красиво лежать но надо под заморочиться вот кистью мне не понравилось его растушевывать получаясь какие-то полоски получалось такое неравномерное распределение но beauty блендером просто красота и фантастика но он не то чтобы увлажняющий он не будет у вас делать такую прям сияющую увлажненную кожу он такое как бы такое вот среднее что-то если не матирующий не увлажняющий такой вот для нормальной кожи скажем так погнали по хайлайтером три у меня хайлайтера мне ужасно жаль мне ужасно жаль это говорить но мне не понравились вот эти вот капельки я думала что они будут это лореаль glow monomore в общем highlighting drops капельки хайлайтера пипеточка все по классике они очень похожи визуально на ланкомовский я думала что это будет бюджетный аналог я уже приготовилась когда я сделаю видео с бюджетными аналогами нет не сложилось бюджетного аналога потому что он выглядит на лице неестественно то есть если ланком очень круто выглядит когда бьюти-блендером наношу то тут бьюти-блендер не спасает совершенно ланком делает такой красивый люксовый перелив а здесь вот ну металл вот реально металл не знаю сейчас сейчас пальцами распределила вообще ничего не осталось а наношу на лицо остается металлический блеск черт его знает давайте так я еще буду пробовать может я найду какой-то способ но вот ну пока вот вообще никак если честно но с другой стороны мне понравился вот этот хайлайтер вы знаете эти этого хайлайтера тоже лореаль альянс перфект есть разные оттенки и это самый светлый у меня сейчас сияющий жемчужины называется оттенок я до этого хвалила второй по моему оттенок а до этого ругал и третий то есть и если вот так вот смотреть то тот который я ругала я так бы и ругала тот который я хвалила он замечательный но этот еще лучше чем тот который я хвалила в прошлый раз летом в конце в конце прошлого лета этот еще лучше этот причем изначально я бы на него не обратила внимание в магазине потому что он прям голубоватый но он по факту не дает голубого свечения он дает такой вот серебристо-жемчужный такой да вот правильно как оттенок и назван сияющий жемчужный он дает именно красивое такое жемчужное вот здесь вот сияние и на светлой коже боже как это красиво смотрится можете прям совсем светло сделать а вот этот оттенок шампанского тоже обалденно просто смотрится на лице и он дает такой прям нежный нежный вот то что называется люксовое сияние люксового хайлайтера так что вот на этот альянс перфект очень рекомендую обратить ваше внимание то есть из трех оттенков два точно классный не помню номер того который я хвалила посмотрите или я постараюсь найти ссылку в конце вот лета прошлого я снимала и еще один хайлайтер который мне очень очень понравился это никс dose of dew это вот такой вот стик хайлайтер и он не совсем хайлайтер в плане того что он не дает именно блеска знаете как вот именно отражение он дает влажный эффект то есть именно вот то что я обычно предпочитаю потому что он дает такое ощущение как будто у вас увлажнение вашей кожи достаточно очень 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 красивый эффект один косяк у него вот 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 это косяк в плане нанесения боже мой как он мне нравится поэтому если вы ищете что-то такое что не как бэка из космоса а чтобы вот именно супер естественно девочки которым в школу нельзя краситься но очень хочется вот вот это то что вам даст эффект отдохнувшей красивой кожи такой вот увлажненный сияющий у меня в этом видео довольно много и фраше потому что у меня как-то вот накопилось все пробовала пробовала хотела понять как мне нравится вот такие вот тени кремовые от эфраше как я уже сказала и из трех оттенков вот это 09 фиг мне очень очень понравился два других о rose 4 и 02 магнолия мне так себе то есть я как бы я прям не поняла и на глазах у себя белый он прям слишком белый как вот серебрянка такая не знаю а этот не знаю может быть просто мне не пожелал так себе вот это мне прям не понравился на мне это так себе а это прям очень причем 09 фиг оттенок и он на прям как армане смотрится вот ей богу очень красиво мы вчера в гости ходили я даже его только нанесла больше ничего не надо было на глазах аккуратно пальцем разносишь можно поплотнее если прям вот ну как бы фетром вот этим вот аппликатором нанести а можно вот распределить такую дымку очень красивый такой смоки получается и оттенок прям такой вот богатый коричневый просто фантастика и они такие вот как как полу муссовые их легко пальцем пальцами растушевать я безумно довольна 12 часов waterproof я не проверяла но держались хорошо без базы не скатывались потому что база у меня просто премии нет на базы возиться сейчас вот обалденно красиво смотрелась просто его нанесла тушь на глаза и все и макияж готов шикарный дальше два продукта для лица то что касается бронзирования контурирования очень давно у меня лежал лежал вот такой вот бронзер от гош наконец-то дошли руки его тестировать что такое красе вот такой вот оттенок очень красивый не рыжит очень здорово смотрится он именно бронзер конечно не скульптор у меня оттенок 02 natural glow не сказала что он glow потому что он матовый но очень очень красивый очень качественный бронзер он хорошо растушевывается красиво смотрится на лице не ставит рыжих пятен в общем я осталась в большом восторге что касается вот такой вот палетки это наш какой-то местный бренд я сейчас на не знаю как его произносить face effects вот такая вот палетка внутри зеркала и соответственно оттенки для контуринга эти более холодные эти более теплыми эти я даже не пробовала потому что я понимаю что ну вот это будет точно на мне рыжий а это будет на мне темный хайлайтер попробовала вот эту вот сторону знаете по цвету все ок но я не в восторге осталась от качества дело в том что хоть этот цвет и красиво смотрится на моем лице он ставил пятна он реально ставил пятна у меня на лице и довольно тяжело растушевывался то есть очень много возни для того чтобы создать реально красивый контуринг хайлайтер то есть по цвету кстати это похоже на марк jacobs палетку мою для контуринга потому что хайлайтер это тоже матовый и по текстуре очень похож на ту пудру которая вот идет как раз в душечке от марк jacobs но цвета да качества растушевки нет поэтому поэтому да такая я буду пробовать еще может быть мне просто не повезло в те дни когда я использовала но пока я не в восторге может быть если у вас супер какая-то хорошая техника растушевки и много времени вам понравится так вот очень красиво очень красивая палетка но не не обалденная просто в использовании дошли у меня наконец руки попробовать вот эту тушь от лореаль которая называется paradise ecstatic и она очень похожа на знаменитую тушь от если не ошибаюсь two-faced better than sex по-моему она называется и визуально и щеточкой и по заявленным характеристикам и вы знаете я пробовала когда-то ту тушь better than sex и она мне не подошла она очень склеивала и делала у меня прям паучьи лапки а вот этот тушь несмотря на щеточку я очень скептически к ней отнеслась она обалденный делает объем она прям делает офигительные кукольные ресницы вот такие вот что прям вот ах она мажет века конечно очень сильно но какой эффект она делает вот если вы аккуратно и вы не измажете века или вы например тени будете наносить после туши или вообще не собирать их не собираетесь их наносить эта тушь вам очень понравится она обалденная просто вот она сделала такой эффект на ресницах которого я абсолютно не ожидала я без ума мне очень понравилось и последнее на сегодня это губы давайте с одного продукта начну потом про эту кучку расскажу это блеск для губ от стеллари очень красивый блеск называется он идеалист а идеал лип класс это у меня оттенок 15 медовый рай он такой красивый на губах это просто прекрасный нюдовый блеск чуть-чуть вот холодный но только скорее нейтральный здесь вот такой вот фетровый аппликатор и и очень очень приятный аромат обалденный просто какой-то такой сладкий но фруктовый неприторный обалденный просто и он давайте я им сейчас нанесу ооо а у меня тут помада в полоску скаталась а вы молчите не говорите ничего я конечно чуть-чуть поверх помады нанесла там еще оставалась но в целом понятно как он выглядит он такой нюдовый кремовый повседневный который можно без зеркала запросто нанести очень приятно пахнущий увлажняющий я очень очень люблю этот блеск большим удовольствием им пользуюсь надо вот теперь остатки этой наклейки отсюда тоже еще убрать так и последняя на сегодня это помады от l'oreal нет не последняя чуть не забыла про эту палетку что про помады рассказать или про палетку давайте про палетку пока помню палетка от nix love you so much и это палетка таких муссовых теней или как это называется вот которые вы знаете вы нажимаете они продавливаются не хочу сейчас это делать еще раз слушайте я если честно думала что когда я получила только я думала что это будет ерунда и что скорее всего такие тени будут мало пигментированно и плохо работать и что их скорее всего только пальцами можно будет наносить ничего подобного обалденно красиво смотрится в нанесении кистью не знаю как nix это сделали но они круто и пигментированно передаются и пальцами в нанесении и кистью и даже матовый вот например вам три оттенка вот этот матовый этот шиммерный а это мой самый-самый любимый шиммерно так красиво смотрится он такой вот розово персиковый в сочи на руке видите какие яркие они очень классно смотрятся и на глазах вообще ничего сложного не надо то есть я наношила по центру например этот розовый на лето так круто смотрится и он с голубыми глазами обалденно голубой прям вот сияет и вот настолько на контрасте виден что просто фантастика и делала вот этот вот бронзовый во внешний во внутренний уголок то есть такое типа полусмоки так красиво по-летнему смотрелась обожаю эту палетку я надеюсь это была не лимитка потому что честно ее имеет смысл попробовать я очень ее вам рекомендую так вот возвращаясь собственно к помадам очень люблю эту линейку помад у лыреаль я уже рассказывала о них в инстаграме это помады color is shine и самая-самая моя любимая я скажу какой оттенок у неё 112 only in paris это такой красивый мягкий розовый оттенок чем шикарна эта линейка мне очень нравятся многие цвета чем она шикарна тем что это очень насыщенный яркий цвет на губах при этом сияющий при этом увлажняющий они такие масляные прям они тают у вас на губах когда вы наносите и с такой текстурой и с такой консистенцией они должны быть ну по логике они должны были бы быть не пигментированы но они супер яркие вот вы хотите красивых ярких лаковых губ сейчас наконец лета осенью как красиво будут осенью вот такие вот это 464 оттенок вот такие вот яркие губы осенью это же просто фантастика и они будут прям увлажненную у вас красивые такие сияющие и и вот прям выделяющиеся и они кстати тоже очень приятно пахнут и упаковка такая прям не знаю мне кажется и в сан лоран мог бы что-то подобное выпустить смотрите красивые это все что я сегодня хотела вам показать такие вот есть и фавориты и так себе и не очень но я надеюсь это было для вас полезно обязательно пишите в комментариях если вы любите видео о бюджетных находках и вообще о бюджетной косметике буду очень ждать ваших комментариев еще о том что мне стоит попробовать на что обратить внимание о чем вы хотели бы чтобы я рассказала все встретимся в следующих роликах пока пока и